приветствую друзья с вами валерон и сегодня у нас с вами будет обзор на пластинке группы металлика альбом hardwire to self-destruct данный альбом у меня находится в двух экземплярах это лимитированный американский пресс на зеленом виниле который заказывался непосредственно с сайта группы и европейский издания на трех цветных винилах давайте рассмотрим их поближе американский первый пресс на зеленом виниле по качеству полиграфии очень все здорово никаких замечаний очень четкая картинка разворот в комплекте две цветные двухсторонние вкладки с текстами песен ну и конечно сами пластинки очень красивый качественный вторая пластинка европейское коробочное издание по качеству печати ничуть не хуже чем американец все очень четко красиво внутри у нас находится компакт диск обратите внимание на трек лист это не альбом значки 8 штук это стикер я содрал с пленки наклейка 4 цветных односторонних вкладки и три пластинки каждая в собственном конвертике в каждой пластинке еще по цветной двухсторонней вкладке с текстами песен первая пластинка у нас синего цвета вторая пластинка желтая и наконец третья пластинка у нас с бонус треками lords of summer и hardwired life красивого красного цвета что ж друзья теперь предлагаю поговорить о самом главном о звуке давайте начнем с европейской коробочки что могу сказать по звуку на данном издании звук на данном издании мне очень понравился очень сбалансированный качественный на виниле абсолютно никаких дефектов очень качественная масса никаких шуршалок и могу сказать что винил приятно держать в руках пожалуйста не пугайтесь того что винил цветной он действительно очень качественный ничуть не хуже чем черный что касаемо американского издания на зеленом виниле ситуация такая же опять же не бойтесь того что винил зеленый поскольку матрица на самом деле на черном и на зеленом они одинаковые при печати то есть использовал столько материал тем не менее зеленый винил очень качественный тоже никаких абсолютно дефектов обнаружено мною не было на моем экземпляре экземпляре в частности что ж по цене данные издания отличаются коробочная версия стоит примерно 50-60 долларов европейская а зеленый винил на данный момент сейчас уже стоит порядка 110-120 долларов то есть разница более чем в два раза чем данные издания отличаются друг от друга по звуку американец как и принято звучит чуть чуть позвонче и такое ощущение как будто у него чуть чуть больше басов то есть если говорить проще такое ощущение что у данного издания американского чуть пошире частотный диапазон начинается с более низких частот заканчивается более высокими по моему американское издание звучит немножко лучше чем европейское опять же я не могу сказать что европейское издание звучит плохо то есть могу смело поставить 10 из 10 американскому изданию и 9 из 10 европейскому то есть разница будет минимальна плюс у европейского издания в том что кажется что оно звучит немножко громче что могу сказать заключение мне очень понравилось издание на лейбле black net рекординг я так полагаю что другие альбомы они должны издать ничуть не хуже чем последний поэтому наверное на пробу я себе возьму еще что-нибудь из этого лейбла пока еще не определился какой альбом именно но в любом случае обязательно сделаю на него обзор от себя могу порекомендовать оба эти издания европеец выигрывает комплектации очень хорошая коробочка единственно конечно занимает много места но извините комплектация плюс еще один винил с бонус треками американцы я бы тоже очень советовал мне он чуть чуть больше понравился по звуку опять же дело субъективное вы сейчас послушайте сэмплики решите что вам больше нравится в итоге сможете сделать вывод и приобрести то или иное издание для себя метод сравнения у нас остается тот же самый будет меняться картинка в соответствии с сэмплом на картинке будет написан каталожный номер и страна и год издания что ж ну а на этом у меня все подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии счастливо